Время Куликовской битвы Время рождения русского государства Время колоссальных свершений и событий в российской истории Но не только Это время жизни людей Люди рождались, умирали, работали Производили на свет детей Пахали землю Занимались производительным трудом И строили то государство, в котором мы с вами живем Твой 14 век Об этом пойдет наш разговор Люди 14 века Что мы о них знаем И чего мы о них не знаем Надо сказать, что и то, и другое У нас приблизительно в одинаковых пропорциях И первый и самый главный вопрос А сколько людей жило на Руси в 14 столетии В эпоху раздробленности Когда единого государства еще не было Хотя и на землях Северо-восточной Руси Существовало полтора десятка земель и княжеств Надо сказать, что Историки этот вопрос интересуют очень давно И ответа у него, удовлетворяющего всех, нет И очевидно, мы никогда его не получим Для того, чтобы точно знать Сколько населения жило Надо, чтобы переводились переписи этого населения Переписи 14 века не проводились Они не проводились и в 15 веке, и в 16 Первые данные, которые мы можем более или менее точно экстраполировать И сказать, сколько населения жило в российском государстве Относится только к самому концу 17 века Но при Петре I все наконец уже приняло практически современный вид И переписи населения, налогообложения и все остальное Вернемся в 14 век Есть несколько способов попытаться выяснить Сколько людей жило в это время на русских землях Сколько было современников в условном Каликовской битве Разными способами историки пришли Более или менее приблизительной цифрой в 7-8 миллионов человек Нам сейчас оно кажется достаточно смешной Мы вспомним, что в Москве живет 15 миллионов Но тем не менее, судя по всему, цифры это Как-то более или менее соотносятся с действительностью При этом надо помнить, что на число населения Влияло много-много очень разных вещей Которые нам сейчас даже, может быть, не очень приходят в голову Ну, например, высочайшая детская смертность Нам сейчас это довольно трудно представить Но согласно разнообразным исследователям Кстати, не только на Руси, но и в Европе 14 века Детская смертность была едва ли не 50% от числа родившихся детей Даже в княжеских семьях, а позже в царских семьях Потеря младенца не была чем-то из ряда вон уходящим Но, во всяком случае, у князя Дмитрия Ивановича Еще при его жизни скончалось трое сыновей Не дошедших до брачного возраста Так что будем помнить о том, что потери в этой сфере были довольно большими Второе, с чем это было связано Очень короткая продолжительность жизни русских людей Вся жизнь вообще протекала довольно быстро После рождения детство, в нашем понимании слова, занимало буквально несколько лет В 12-13 лет начиналась трудовая деятельность, как бы мы сказали 12-13 лет заключение брака было вполне себе нормальной вещью Соответственно, женщины начинали довольно рано рожать Ну и, как вы понимаете, к 30-35 годам Значительная часть ресурсов человеческого организма подходила к концу И повторяю еще раз, человеческая жизнь тогда была довольно короткой Поэтому ничего удивительного, что мальчики начинали становиться мужчинами довольно рано Кстати, это долго довольно продолжалось Вот Александр Васильевич Суворов начал службу в мушкетерском полку 13-летним мальчиком Мушкет весил 3,5 килограмма Я сам его держал в руках, поверьте, это довольно тяжело Третье, что тоже влияло, разумеется, на цифру населения русских земель эпохи Куликовской битвы Это, конечно, разнообразного рода болезни и хвори На которое мы сейчас даже иногда не обращаем внимания Потому что у нас есть с вами качественные медикаменты Высокотехнологические медицинские службы В конце концов, антибиотики Но будем помнить, что еще 100-150 лет назад от укола иголкой мог скончаться человек Как скончался отец Владимира Владимировича Маяковского, между прочим Совсем относительно недавно по историческим меркам Что же говорить о людях XIV века? То, что мы знаем о болезнях, надо сказать, что усугубляется одной очень важной вещью XIV век, эпоха Куликовской битвы, еще была эпохой черной смерти на Руси Колоссального бедствия, которое посетил европейский азиатский континент Ну, условно говоря, лет за 20 до Куликовской битвы чума А именно так черная смерть стала называться позже, уже в XVIII веке на русском языке Пришла на Русь Мы не очень, даже скорее точнее, не представляем, какого рода были объемы потерь населения Но мы более или менее прилично знаем, как они выглядели в Европе Например, Англия потеряла до трех пятых своего населения Вообще, потеря 2-3 населения во время чумы в европейских государствах была почти нормой Так что не исключено, что цифра около 8 миллионов населения на XIV век, которые вычисляют Или приблизительно вычисляют историки, все-таки довольно условно Еще раз повторяю, с этим у нас практически тупиковая ситуация в изучении Зачем эти цифры важны и чем они интересны? Интересны они одним У нас есть большой и сложный вопрос о том, сколько участников сражения сошлись 8 сентября 1380 года на Куликовом поле Понятным образом, что вопрос можно было бы ответить, если бы мы знали о численности населения российского государства Еще раз повторяю, с этим, в общем, довольно тяжело С численностью XIV века, так, я надеюсь, более или менее понятно, что еще можно было сказать Мне кажется, очень хороший вопрос, о каком языке говорило русское население в XIV веке Каким языком владели русские люди? Вот если бы каждый из нас встретил с вами князь Дмитрия Ивановича Донского Попытался бы с ним поговорить, я думаю, у нас бы не очень получилось Язык имеет свойство эволюционировать Что касается XIV века и более ранних эпох, и более поздних, кстати На Руси, условно говоря, тогда существовало два языка Они не были перегорожены большой толстой сеной, но тем не менее, в известном смысле отличались Один – это язык литературных памятников, литературный язык, он назывался церковно-славянский Другой язык – это язык повседневного общения И проблема заключается в том, что у нас очень мало текстов, которые бы фиксировали вот этот ежедневный разговорный язык русских людей XIV века Точнее, тексты такие есть и довольно много Но они характеризуют языковую ситуацию в Новгороде Великом Мы все наверняка слышали о находке новгородских берестяных грамот частных писем русских людей XIV-XIV веков, царапанных на берестя Это, повторяю еще раз, частные письма, записки, переписка И вот там мы твердо можем посудить о том, как говорили новгородцы У них был свой собственный диалект, между прочим, с довольно существенными отличиями от привычного нам книжного русского языка того времени К сожалению, как говорили жители Куликова поля XIV века, мы не знаем совсем Потому что никаких письменных источников, рассказывающих о том, как звучал русский язык сельского населения XIV века, мы, к сожалению, не имеем Ну вот, наверное, то важное, что хотелось бы сказать в связи с тем, как выглядел русский человек эпохи Куликовской битвы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok